Всем привет, это подсказ о спортивках, и я его ведущий Андрей Барышников, бегун-марафонец. В новом сезоне мы разговариваем о том, что спорт может быть в удовольствии, и если говорить про бег, то, мне кажется, одно из самых важных — это все-таки экипировка, которую вы занимаетесь спортом. Поэтому решил сделать такой достаточно короткий подкаст, но поделиться от себя минимальным списком вещей, которые нужны для бега, от самого важного к тем вещам, которым, мне кажется, да и без них обойтись можно. Ну, первое, с чего стоит начать, мне кажется, это, не знаю, любой материал в интернете, любую какую-то, не знаю, статью, любой пост найдете, и это, конечно, кроссовки. Ну, кроссовки для бега — это та вещь, на которой, а, нельзя экономить, и, знаете, есть фраза «if you have a body, you're an athlete», мне кажется, это точно, правда, фраза, но еще нужны кроссовки. Все. В остальном, правда, если у вас есть кроссовки хорошие, беговые, у вас все получится. Нужно просто, не знаю, знать какие-то основы, что там, не знаю, как бегать, какая техника должна быть, даже это не так важно. Почему именно кроссовки, и почему про них все говорят, и почему я хочу это добавить в свой самый первый пункт, это вопрос не только даже удовольствия, это вопрос неполучения травм, потому что беговые кроссовки отличают хорошие подошвы, это такая, не знаю, пена или еще какой-то материал, благодаря которым кроссовки хорошо амортизируют и фактически защищают ваши связки, колени и вот это все от каких-нибудь дурацких травм, из-за которых вы, не знаю, не только там бегать можете перестать, но и ходить будет больно. Поэтому кроссовки старайтесь не экономить. Сейчас плюс-минус, я даже специально перед выпуском посмотрел на стоимость в разных магазинах, есть, снова появились кроссовки, которые стоят адекватных денег, поэтому подбирайте. Честно скажу, я не из тех, кто не сильно запаривается про то, что там какая-то пронация, еще что-то. Мне кажется, самое важное, чтобы кроссовки были вам удобны, то есть я не очень представляю, как можно заказывать кроссовки, например, там, не знаю, в интернет-магазине. Если вы, конечно, уже знакомы с брендом, знаете свой размер, то да. Если это особенно ваши первые кроссовки, то, конечно, лучше сходить их померить, попробовать, не знаю, там помяться, пробежаться чуть-чуть, может быть, даже, и понять, что да, это ваш выбор. Главное, конечно, посмотреть, чтобы это были кроссовки, не знаю, не для походов, не для трейла, потому что все-таки они более специализированы, чтобы это не были какие-то быстрые, там, не знаю, марафонки, потому что это какой-то уже новый уровень, про них в этом эпизоде мы даже не будем разговаривать. Это должны быть обычные кроссовки для бега, в которых можно побегать и в парке по тропинкам, и по асфальту в городе. Второй пункт. Да, он, наверное, сейчас все менее-менее актуальный, потому что становится все холоднее, но если вы, например, занимаетесь в зале или этот выпуск слушаете не в середине осени, то это, конечно, шорты и футболка для бега. Мы недавно даже обсуждали с знакомым, который тоже вот только-только начинает свои первые пробежки, и это было как раз забавно, что из-за фильмов, я прям даже понял, что это из-за фильмов, из-за каких-то, не знаю, там, фотографий, нам часто кажется, что мы должны бегать, там, не знаю, какой-то там в хэбэшке, какие-то там кофты, штаны, еще что-то, но на самом-то деле футболки, шорты, они должны быть из полистера. Правда, это самая удобная сейчас ткань, не нужно думать, что, ой, фу, синтетика, это плохо. Да нет, это как раз и есть вещи для бега, поэтому, когда я вам сказал, что кроссовки — это самое важное, если у вас есть кроссовки, шорты и футболка, все, вы можете вообще спокойно бегать и ни в чем себе не отказывать, даже если, вот сейчас говорю, опять же, прохладно, мне сложно, например, бегать, но я знаю, что кому-то нравится, это вот беговые дорожки в фитнес-залах, все, приходите, и вы готовы, у вас все есть, вы получаете удовольствие, все работает как часы, все супер, шорты, футболка, кроссовки, и все, вы готовы. Даже вот все остальные вещи, которые мы сейчас будем обсуждать, они не так важны, как именно эти, поэтому советую начать именно с этих вещей. Следующее — это смешно, но это пояс для телефона, потому что, когда мы говорим об удобстве, я понимаю, что многие из нас бегают все-таки с телефоном, и пояс для этого, конечно, супер помогает. Да, там в брюках или в шортах могут быть карманы или в куртках в том числе, но, честно признаюсь, именно пояс — это какая-то такая самая удобная вещь, которую можно использовать для бега, поэтому советую, прям вот как только вы начинаете бегать, и вы берете с собой, не знаю, там, телефон, потому что там стоит, например, приложение для бега, или вы просто хотите что-то сфотографировать, или, не знаю, там вам с телефоном вы себя чувствуете безопасней, то, правда, пояс — это намного круче, чем, например, держать телефон в руке. Да, можно бегать, ни на что, мне кажется, так сильно не влияет, когда вы бегаете с телефоном в руке, но в поясе все-таки будет удобней. Следующий пункт, так как этот эпизод записывается уже осенью, это куртка и брюки для бега. Да, они должны быть все-таки тоже специализированными, потому что, опять же, они должны быть из полистера. В чем проблема ХБ, как бы, почему, там, не знаю, я советую, или другие специалисты тоже советуют? Потому что ХБшка нормально не выводит влагу. Здесь же, как раз, когда у вас из... Блин, мне так смешно от этого слова, но из синтетики вещи, то как раз-таки все работает на максимальном уровне. На что я советую обратить внимание при выборе куртки и брюк — это светоотражатели, чтобы на них были какие-то хоть полосочки, логотип там спереди-сзади, потому что осень — это время, когда рано темнеет, и безопасность, правда, важна. И круто, если у вас на куртках и брюки будут какие-то светоотражалки, что если там, не знаю, едет машина, она вас сразу заметит. Также я лично советую брать куртку с капюшоном. Она, мне кажется, просто многофункциональная. Не знаю, идёт дождь, или даже просто голове стало холодно, накинули капюшон, стало тепло, скинули капюшон, он не мешает, вам опять суперудобно. По брюкам единственный, мне кажется, совет, который могу дать, — это карманы, нужно посмотреть. Круто, когда у брюк есть задний карман, в который можно положить ключи, это суперудобно, я могу сказать. Реально, задний карман под молнией, в который можно или даже телефон положить, или ключи, хотя бы ключи, у вас ничего не болтается, не гремит, и вы комфортно себя чувствуете на пробежке. Последний совет, он не суперважный, мне кажется, но круто бы было, если куртка защищала хотя бы от лёгкого дождя, потому что, опять же, в куртке чаще всего мы бегаем осенью-весной, или, там, не знаю, ранней зимой даже может быть. И в этом случае, ну, правда, часто погода плохая, и поэтому вот эта какая-то лёгкая пропитка от дождя, она, правда, помогает. Следующая вещь, которую хочется сказать, опять же, потому что сейчас будет осень, это термобельё. Единственное, что могу сказать, оно должно быть спортивное. Давайте так, есть разное термобельё, есть разные бренды, которые сейчас продают термобельё, там, не знаю, опять же, какое-то хэбэшное или ещё что-то. Термобельё должно быть спортивным, тогда вы сможете, не знаю, даже до минус пяти спокойно бегать, там, не знаю, в куртке, в брюках, в термобелье, там ещё надели, там, не знаю, даже не буду об этих вещах просто говорить, не знаю, насколько они важны именно как специализированные, там, не знаю, кепка, шапка, ну, просто обычную шапку свою надели, надели термобельё, сверху куртка, брюки, кроссовки те самые, которые были в первом пункте. И всё, вы готовы, можете продолжать свою, как бы, тренировку, у вас всё получится. Следующий, и именно из экипировки, из одежды, я думаю, это будет последний пункт, это носки. Я честно скажу, я не верю в их важность, я сам часто бегаю в обычных, как раз-таки хбшных, или просто каких-то носочках, которые я купил, не знаю, ходить, а в итоге в них бегаю. Но да, беговые носки удобнее, да, если у вас есть, не знаю, возможности, лучше их приобрести, посмотреть там разные марки, главное, чтобы они были, не знаю, вам суперудобные. В остальном, мне кажется, когда мы говорим про носки какие-то суперспециализированные, крутые, это уже, не знаю, это какой-то уже супер-про-левел, и я не всегда уверен, что он вам нужен. И мне лично тоже. Итак, это был, мне кажется, самый короткий выпуск спортивок, и я в нём поделился минимальным списком вещей, которые нужны для бега. Это был Андрей Барышников. Слушайте подкаст о спортивках на Яндекс.Музыке, Apple Podcasts или других своих любимых платформах. Если вам удобнее, включайте подкаст на YouTube, вступайте также в телеграм-канал Дорожка и Поле, особенно если вы начинаете бегать, там будет много классных мемасиков, которые вас поддержат, и после которых вы поймёте, что вы не одиноки. Поддерживайте подкаст на Boosty, специально для подписчиков я создал отдельный чат в спортивках. Это был Андрей Барышников. Пока.